Сегодня 22 августа 2020 года, дача на южной крайне Симферополя. Сегодня поделюсь своими мыслями по поводу бессистемного, бесконтрольного размножения и распространения саженцев фундука разных сортов. Попытаюсь разобраться, что такое сорт, что такое элита, суперэлита и вообще применимо ли название сорт к сортам народной селекции, таким как трапезунт, черкесский 2, атабаба, может быть есть еще какие-то сорта народной селекции. Слова сорт, порода, они применяются в основном к организмам, либо растительным, либо животным, которых вывели целенаправленно, которые имеют определенные свойства, ценные для человека, ради которых в принципе этот сорт или эту породу и выводили. Есть сорта, которые выводили ученые, тратя на это годы своей жизни. Например, Махно Василий Григорьевич более 30 лет или около того занимался выведением своих сортов, доведением их до ума. И все такие сорта имеют, так сказать, первоисточник, первое дерево, которое зафиксировали как сортовое и с которого в принципе и началось распространение этого сорта. При правильном научном подходе с этого первого источника, первого дерева, скажем так, в научно-исследовательских институтах или в университетах, или в научных учреждениях, где этот сорт был выведен, с него получают элитный посадочный материал вегдотимным способом. Есть несколько видов элитного посадочного материала. Вот я читал, есть супер-супер-элита, потом супер-элита, элита и дальше по нисходящей. Посадочный материал для закладки питомников, дальше идет градация посадочный материал для закладки гектарных промышленных плантаций, ну и дальше, наверное, там по нисходящей посадочный материал для любителей, там я не знаю еще как это все делится. Смысл заключается в том, что в питомники, которые занимаются массовым размножением и получением посадочного материала этого определенного сорта, попадает только самый высококачественный посадочный материал, либо из самого научно-исследовательского института, где этот сорт вывелся, либо из их каких-то делянок опытных, где тоже самое выращиваются элитные экземпляры. И вот именно с этих элитных саженцев питомники начинают производить свой материал и выпускать его дальше на большие промышленные плантации. Смысл всех этих операций заключается в том, что чем ближе посадочный материал, ну скажем так, вегетативный отводок по своему поколению к первоисточнику, к первому дереву, тем считается, что он более чистосортный, то есть меньше прошло этапов размножения, то есть получения клонов от клонов. Ну условно говоря, вот вы когда получаете ксерокопию от подлинника через ксерокопированную машину, потом из этой ксерокопии делаете очередную ксерокопию, потом с той ксерокопию, следующую ксерокопию. И так вот вы начинаете делать ксерокопию с ксерокопией. И вот там, начиная с какого-то там сотой ксерокопии, если вы сравните получившийся экземпляр с первоисточником, с которого изначально делали эту ксерокопию, то вы найдете отличия в качестве изображения, картинки. Примерно та же ситуация происходит и с распространением фундука. Вот представьте, у вас плантация там несколько гектаров, вы не питомник, ну или у вас допустим 10 деревьев каких-то сорта определенного. Вы просто занимаетесь реализацией и продажей саженцев. Что вы делаете? Ну вот, либо вы пригинаете горизонтальные отводки, причем вы не выбираете самые лучшие деревья этого сорта. Для того, чтобы выбрать самые лучшие деревья этого сорта, нужно, во-первых, иметь достаточно большой выбор деревьев или кустов, среди которых можно выбирать. Второе, нужно иметь в запасе определенный промежуток времени, я так думаю, что это не меньше 7-10 лет, чтобы можно было определиться, какие сорта, точнее, какие экземпляры данного сорта показывают у вас лучшие результаты. Ну, по нужным вам признакам, по величине ореха, по морозостойкости, по урожайности или по совокупности всех этих качеств. И вот только с этих хороших экземпляров вы начинаете получать посадочный материал и его реализовывать. Ну, опять же, повторюсь, это достаточно долговременное и долгосрочное дело. Не знаю, под силу или это многим. Существует такой закон биологический, что лучшие результаты по заданным признакам показывают примерно от 4 до 6%. В среднем возьмем 5% от, я не знаю, популяции или от посадки вашей от плантации. Условно говоря, если у вас есть 1000 деревьев фундука определенного сорта, то статистически примерно 5% составит 50 деревьев. То есть, 50 деревьев с вашей плантацией из 1000 будет показывать экстраординарные результаты. И вот именно с них, если по-хорошему, нужно и получать отводки и в дальнейшем их распространять. Еще раз повторю мысль. Чем длиннее цепочка поколений клонов от первого источника, от первого дерева, от образца, тем больше вероятность того, что свойства этого первого образца немножко видоизменятся. Либо улучшатся, либо ухудшатся. Но если этот сорт выбирали по лучшим признакам, то наверняка, скорее всего, они либо станутся такими же, либо, возможно, ухудшатся, если не вести целенаправленную селекцию. В связи с этим нельзя сказать, что любой сорт народной селекции можно назвать сортом в научной парадигме, в научном смысле этого слова. Дело в том, что у этих сортов нет перводеревьев, нет первого источника, они теряются в глубине веков. И поэтому, когда, допустим, любитель фундуковод смотрит на плоды того же самого трапезунда в разных источниках, в разных местностях, они ему кажутся совершенно одинаковые, и он думает, что весь трапезунд, в принципе, одинаковый. Мне очень хочется думать, что этот фундук из поколения в поколение в Крыму размножали именно лучшими саженцами, полученных с лучших растений. И, если честно, вот на своем любительском уровне, я вот где не был, где не видел этот фундук, я пока не могу различить лучших клонов или худших клонов. Для меня он практически примерно одинаков по урожайности, по форме ореха, по плюске, по всему этому делу. Ну, вот теперь представьте, что вы многогектарный плантатор. И вы один гектар засадили элитными саженцами сорта, а второй гектар засадили, ну, неплохими, так сказать, любительскими саженцами. И у вас получится так, что от элитных саженцев вы будете, допустим, урожая получать на 10% больше, чем от второго гектара. Пусть у вас будет 100 гектаров. Вы представляете, какая прибыль вами будет недополучена, если вы заложите саженец, заложите свою плантацию, скажем так, не столь элитными саженцами. На любительском уровне практически все это, ну, ненаблюдаемо. Оно нивелируется. Вот эти 5, 10, 15% урожайности, ну, кто там это все развлечит и рассмотрит. А на больших площадях при серьезном подходе это все очень и очень ощутимо. При современном научном подходе у каждого сорта, ну, по крайней мере, там, где есть первое дерево, первый источник, есть так называемый ДНК-паспорт, если я не ошибаюсь в названии. Ну, то есть набор определенных генов, расположенных в определенном порядке, свойственных именно для этого сорта. И поэтому любой орех, который может быть практически неотличим от этого первоисточника, можно проверить на его соответствие. И если там где-то на третьем витке спирали какой-то там пятый ген в левом ряду будет повернут не в ту сторону, то вам могут сказать, что у вас как бы идет несоответствие сорту. Скорее всего, это, наверное, относится и к трапезунду, потому что нет четкого зафиксированного какого-то генотипа, нет ДНК-паспорта этого сорта, так же, как и у черкесского, от Абабы и у многих, ну, практически у всех сортов народной селекции. Делает ли этот факт эти сорта худшими по отношению к тем, у кого этих паспорта есть? Я думаю, нет, не делает. Если вы получаете 3-4 тонны сухого ореха с гектара, великолепного, крупного, который бланшируется, и который отвечает всем признакам этого сорта, вам будет, наверное, все равно, какой у него там ген в левом ряду на третьем витке, куда повернут. Вот. Тем не менее, не надо забывать тот факт, что есть элита, есть суперэлита. И вот я для себя придумал вот такой, как бы, пример, как можно это лучше понять для себя с практической точки зрения. Ну, вот представьте, допустим, набирают бойцов каких-то в спецназ, ну, там, грубо говоря, из 10 тысяч один туда попадает. О, это крутые спецназовцы, он там, наверное, сделает бутерброд себе на сухарь земли, посыпет, съест из лужи, запьет, и, как бы, ничего с ним не будет, отслужит, вернется, не будет у него хронических заболеваний, даст здоровое потомство. Это элита. А теперь представьте, вот, из 10 тысяч таких спецназовцев отобрать еще одного самого сильного среди них. Этот, наверное, вообще попадет в эпицентр ядерного взрыва, и, как бы, ничего с ним не будет, отслужит, вернется, не будет хронических заболеваний, даст здоровое потомство, все будет нормально. Это, как бы, суперэлита. Теперь представьте, что из 10 тысяч вот этих вот суперэлитных отберут одного самого сильного, и такого, наверное, можно будет уже в космосе без скафандра на околоземную орбиту выпускать, и он, ничего с ним не случится, он отслужит, не будет у него хронических заболеваний, он вернется и даст нормальное здоровое потомство. Это уже будет супер-суперэлита. То же самое и со всеми сортами, не только с сортами народной селекции. Нужно, если вы серьезно занимаетесь саженцами, вот я призываю всех любителей, и питомниководов, и просто садоводов, наблюдать за своими растениями одного сорта, и по прошествии некоторого времени выделять среди них самые лучшие образцы, и получать саженцы и на реализацию, и для себя, и для знакомых, и просто бесплатно их раздавать. Именно вот с этих самых лучших образцов. Только так можно сохранить чистоту сорта, можно даже улучшить сорт. То есть, тысяча саженцев у вас есть, 5% показали вам по статистике, по закону биологическому лучшие результаты, условно говоря, 50 деревьев. Вы начинаете с этих 50 деревьев получать саженцы. С них опять выбираете 5% самых лучших, они уже наверняка будут немножко получше, покрепче, чем исходные самые лучшие. И вот так постепенно, я не знаю, за 30 лет, если хватит терпения и желания, можно вообще, наверное, какой-то супер-сорт вывести. Ну, скажем так, даже не вывести супер-сорт, а получить супер-супер-супер-элитные саженцы данного сорта. Ну, извиняюсь за затянутое видео, потому что эти мысли еще до конца у меня не отстоялись в голове. Роится сумбур. Я буду хотя бы раз в год возвращаться к этой теме. Может быть, смотреть на это все с другой стороны. Мне будет очень интересно ваше мнение. Если у вас есть ссылки какие-то на работы в этом направлении, которые, ну, глубже, скажем так, развивают и объясняют эту тему, дайте в комментариях, буду вам благодарен. Ну, за всем прощаюсь с вами. Не бойтесь заниматься фундуком, не только трапезунтом. Есть масса хороших сортов, пригодных именно для вашей местности. Всем добра и мира. Привет из Крыма. Привет из Крыма. Привет из Крыма. Продолжение следует...